Уважаемый товарищ президент, представляются на вышестоящей должности руководителей промышленных предприятий и высших учебных заведений следующие товарищи. Петруша Дмитрий Викторович, на вакантную должность генерального директора Керамина. Костечко Михаил Иванович, представляется на должность генерального директора Белорусской нефтяной компании. Егоров Алексей Владимирович, представляется на должность ректора Белорусского государственного экономического университета. Романюк Николай Николаевич представляется на должность ректора Белорусского государственного аграрного технического университета. Унсович Александр Николаевич представляется на должность ректора учреждения образования Барановичский государственный университет. Проверка изучения всех кандидатов проведены. Все рекомендуются на указанную должность. Обстоятельств препятствующих не установлено. Хорошее предприятие Керамин. Я посещал не единожды это предприятие. Но у нас есть ряд вопросов к руководителям, которые там работали, к управлению этим предприятием. Управления никакое. И, исходя из прошлого года, мы видели ряд недостатков по тому, как вели себя отдельные работники. Все это зависит от нас, от управленцев. Каким быть нашими подчиненными, как они себя ведут, это все зависит от нас. Я думаю, вы справитесь. Справитесь, если нужна поддержка, говорите. У меня это предприятие на контроль. Многое пришлось мне там сделать по модернизации его. Они делают хорошую продукцию. Просто надо развернуться хорошенько и занять свой рынок. Совершенствовать надо новую продукцию, не отставать от моды. Работать там можно и нужно. Что касается нефтяной компании, вы тоже знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но я не думаю, что нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке. Я как человек государственный, за что меня часто критикуют, я делаю ставку больше всего на государственное предприятие. Думаю, вы там определитесь. Опять же, интересов там пересекается много. Столкновение интересов. Не дай Бог, вы не выдержите это. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию. Что касается вузов. Понятно, что с вузами мы будем разбираться. И очень серьезно мы со многими ректорами вузов расстались. Потому что основная беда. Пришел в кресло ректора, вкинулся и забыл, что у тебя тысячи человек, молодых, будущее нашей страны. Студент – это будущая элита нашего общества. Результат мы тоже увидели в прошлом году. Поэтому управление и организация процессом – это главное. Внимания будет предостаточно, поддержка будет обеспечена. Но будущий год вы должны знать, что по здравоохранению мы расставим все точки над и до конца этого года. А начиная с 1 сентября этого года и весь будущий год до 1 сентября будущего года мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести, начиная от учебника и заканчивая учебным процессом. И участниками этих процессов все мы должны перелопатить. Посмотреть, что нам надо оставить, что надо убрать, очистить от всего лишнего образования и вывести его на новый уровень. Вот будущий год, Игорь Петрович, это уже и министерство, и администрация, и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года, чтобы снять все проблемы, которые накопились в образовании. И централизованное тестирование еще раз посмотреть, уже с тем опытом, который мы имеем. Потому что это первый этап, поступление и так далее. Учебный процесс, трудоустройство, заключение контрактов, договоров с теми, кто поступает на платное, бесплатное и прочее. Но и главное, дисциплина, порядок в учебном процессе. Дело не только в том, что они там, кто-то выскочил, могутный Божий пел на улице или же в здании. Не в этом вопрос. Если мы не страхнем образование, мы будем неконкурентны. Наши ребята, наши студенты, а это будущие специалисты, они будут неконкурентны на рынке. Даже в Беларуси. А все же хотят где-то на Западе, еще где-то поработать. Мы не против. Желательно, чтобы поработал, опыта набрался и назад вернулся. Вот в чем вопрос. Но они будут неконкурентны. Поэтому надо на предмет современных подходов выработать критерии и перестроить наше образование. И за будущий год до 1 сентября, даже не весь год, мы должны это будем сделать. Это в плане образования, здравоохранения. Ну и как видите, Олимпиада, так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем больше, чем любая другая страна, спорт. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт. Но мы забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. И надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать тех команды, спортсменов отдельных и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо. Все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, вот зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому вот эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе. И я часто говорю, знаете, почему мы порой в спорте не выиграем, еще где-то в образовании кто-то говорит плохо, хорошо. Не голодная. Я смотрю вот эти страны африканские, разрушенные страны. Возьмите Сербию. Да, талантливая нация, ну такая, как мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают, если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят, будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. И посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. В чемпионате футбола люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычат в эти айфоны. И все забочебресились от безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами. И мне прямо говорят, кому мы деньги платим. Я не против. Талантливый. Привез славу стране. Медали, ордена, получай. Получай все. Вот тебе земельный участок, вот тебе строй дом, вот тебе за твою медаль большие деньги. Мы платим. Слушайте, а некоторые страны не платят за победу на Олимпиаде, допустим. Вот как Норвегия. Богатейшая страна. Богатейшая. Они не платят. А спортсмен выступает и считает. И медали уже есть. Считают, что это за честь. Выступать за свою страну. А мы все это перевели в деньги. Я не против спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат. Он должен жить хорошо. А остальные должны тянуться к этому. Тогда будет результат. Но это уже на злобу я говорю о спорте. Поскольку все мы сидим, смотрим чемпионат. Некоторые страны, уже я не буду их называть, даже в три, в пять раз меньше наших, имеют золотые награды. А мы все радуемся, что мы в финал попали. Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина – это тренер. Если он спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат. Точно так в УЗИ. Если ректор на месте, то и в университете будет порядок. Вот я от вас буду требовать, прежде всего, порядка в университете. А всем студентам, которые к вам придут, вы должны вбить в голову, что это их страна. То же самое и на предприятиях, учреждениях других организаций. То же самое. Там студенты, тут рабочие. И ты, как руководитель, должен их вести за собой. Если нет результата, виноват, прежде всего, ты. Очень прошу вас, ребята, посмотрите внимательно на своих подчиненных. Как я всегда говорю, дайте им шанс. Ты пришел в новый коллектив, вот, допустим, на предприятие. Разберись, прежде всего, со своих заместителей начни. Дай им шанс. Но если это предатели, им не местное предприятие. Они все равно вылезут. Не повторите моих ошибок. Я многим многое прощал. И они потом вылезли. Поэтому прошлый год, лакмусовая бумажка для всех, для нас, мы их увидели. Спасибо.